Пессимистические прогнозы о том, что Центрально-Азиатские республики пополнят группу так называемых несостоявшихся государств, не подтвердилось. Об этом Касымжом Артукаев заявил в своей статье «Ренессанс Центральной Азии на пути к устойчивому развитию и процветанию», которая была опубликована на страницах газеты «Казахстанская правда». В материале глава государства остановился на главных моментах развития региона, в частности на общности целей, роли Центральной Азии и новом формате взаимодействия между странами. По мнению лидера Казахстана, о стремлении наших народов к сближению свидетельствует интенсификация контактов практически на всех уровнях. Растущий экономический вес, открытость к инновациям и интеллектуальный потенциал создают предпосылки для трансформации региона в один из драйверов современного мироустройства. Тем более, что для этого у наших государств есть все ресурсы и возможности. Убежденно, стало время для позиционирования Центральной Азии не только в качестве связующего звена между Азией и Европой, но и как отдельного регионального актора международных отношений, способного стать новым центром глобального притяжения. Тукаев также отметил, что за короткий по историческим меркам период Центральная Азия превратилась в пространство взаимовыгодного сотрудничества с динамично развивающимся торговым, инвестиционным и транспортно-коммуникационным потенциалом. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился практически в два раза с 5,7 до 11 миллиардов долларов. По итогам прошлого года внутренний товарооборот вырос практически на 25%. При этом торговля Казахстана со странами Центральной Азии в прошлом году выросла на 26,8%, достигнув отметки 8 миллиардов долларов. Совместные крупные проекты приносят не только ощутимую пользу их участникам, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. Процессы консолидации усилий всех пяти государств во имя трансформации нашего общего дома придают мощный импульс превращению Центральной Азии в экономически развитый и процветающий регион, убежден Токаев. В этом отношении предстоящая Астанинская встреча призвана открыть новую главу в развитии государств региона на ближайшую пятилетку. Нам надо развивать именно торговые отношения, торговать друг с другом и потенциал для этого действия. На сегодняшний день, кроме торговых отношений, развиваются инвестиционные. То есть Казахстан и другие страны Центральной Азии вкладывают в совместные предприятия, открываются новые предприятия совместные. Одной из важных миссий Касымжимар Токаев назвал развитие культурно-гуманитарных связей. Именно в них заключена особая ментальность, уважение к общим историческим корням, межкультурный диалог и межконфессиональное согласие. Учитывая нашу культурную схожесть и близость, мы можем укрепить достаточно и создать достаточно гибкую центрально-азиатскую интеграцию. Общая территория наших государств составляет 3 миллиона 882 тысячи квадратных километров. Население более 80 миллионов человек. Совокупный ВВП 450 миллиардов долларов. В регионе сосредоточено порядка 20% мировых запасов урана, 17% нефти, 7% природного газа. По производству угля и выработке электроэнергии Центральная Азия в мире занимает 10 и 19 место соответственно.